Смотрите, по вот этой табличке выиграют у нас пока снеговики, вот возьму прям как вот затащу Всем привет дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, где будет у нас опять видос по войне Вот, в предыдущих роликах, где я записывал последних двух, у нас то не приходили оповещения, то потом вообще все на этот ролик забили Вот, короче, ребят, я не знаю, стоит ли записывать дальше такие видосы, что где ходить, потому что вы меня не поддержите, лайки на такие ролики не ставите Ну и соответственно не вижу смысла особо их записывать, поэтому сегодня выпускаю, так сказать, последние ролики Если и так же неинтересно к этому не будет у моей аудитории, значит я пойму, что такого жанра ролики не нужно записывать Вот так именно мы с вами будем работать, потому что, я не знаю, вроде как записываешь, вроде как говоришь какие-то тактики Но вы даже лайки не поставите, не посмотрите, комментарии не пишите, поэтому вот такие вот дела, вот такие пироги Короче, мы сегодня играем на этом аккаунте, я здесь на без доната, это мой получается аккаунт за Санта-Клаусов И у меня есть некоторые, так сказать, мысли и предположения Ну давайте перед этим откроем, естественно, один консервик, посмотрим, что с него выпадет Блин, 10 тысяч кристаллов, неплохо, неплохо Ну, кстати, кристальки мне на этом аккаунте вообще просто знатненько падают У меня буквально недавно было 200 тысяч кристаллов И вот тут я уже, как говорится, за эту войну, за эти контейнеры накипел себе практически 50 тысяч Хотя я вообще не играю, вот просто, ребята, от слова никак и нигде Ладно, давайте переходим уже непосредственно к самой карте На которой у нас будут совершаться стратегически важные действия Смотрите, по вот этой табличке выиграют у нас пока снеговики За ним прям следом идут эльфы И потом, соответственно, где-то там в заднице уже у нас Санта-Клаус И как раз-таки та фракция, за которой я играю Я так, естественно, надеялся на то, что я прям вот возьму Прям как вот затащу Ну да Немножечко, пацаны, как говорится, не срослось Не фартанул, не повезло Ладно, бог с ним, с этими Санта-Клаусами Но здесь как раз-таки у нас, опять же, будут такие стратегически важные мои, опять же, размышления По поводу того, что где лучше ходить Что лучше делать и как вообще нам поступить То есть это эльфы, это Санта-Клаусы и это, соответственно, снеговики Смотрите, начнем традиционно с Санта-Клауса По Санта-Клаусам здесь у них, в принципе В принципе Все очень плохо Я не знаю, как так, Санта-Клаусы, что с вами случилось Но, наверное, моральный дух их находится где-то в заднице Потому что такое ощущение, как будто Санта-Клаусы вообще практически перестали играть Снеговики атакуют везде и вся Ну и в том-то прикол, что Санта-Клаусы, ну, практически не дефают свои, так сказать, позиции То есть есть, конечно, некоторые такие карты на Брест, допустим, 15 тысяч очков Ну такое Вот здесь, скорее всего, и рано у нас Санта-Клауса проиграет Потому что вечером зайдут все снеговики и дадут им жар Здесь тоже не все очень гладко с Берлином И, скорее всего, если у нас эльфы соберутся, то они захватят и отхватят Берлин Ну и здесь, соответственно, арена Вроде пока у нас Санта-Клаусов, но это тоже, как говорится, еще не вечер А здесь у нас идет и Кураш, и Пустыня Вот за пустыню вообще просто Санта-Клаус и эльфы Персик 13 тысяч, 12 тысяч, хотя нужно было отхватывать синенькие позиции За них дают больше очков Но, в принципе, да ладно, это не мое решение, не мое действие Соответственно, если у нас считают эльфы и Санта-Клаусу, что так лучше, значит так лучше Но, как у нас нужно, соответственно, ходить с Санта-Клаусом? Теперь об этом, так сказать Смотрите, у Санта-Клаусов есть достаточно прикольная позиция, такая же, как у снеговиков Это захватывать вот эти вот синенькие позиции, за которых дают по 3 очка опыта То есть, 3 очка за каждую захваченную позицию, в общем-то, достаточно неплохо и достаточно достойно И сейчас снеговики, ой, а Санта-Клаусы действуют именно в такой же позиции То есть, они ринулись на карту Каньон В общем-то, ее снеговики дефают, но пока с трудом у них это получается Также у нас Санта-Клаусы ринулись на карту Атра В общем-то, также эльфы дефают, но пока, ну, такое себе получается Еще, конечно, не вечер, еще у нас люди зайдут, но, тем не менее, факт остается фактом Ну и, конечно же, у нас снеговики хотят захватить зону Но ее здесь очень жестко дефают эльфы Поэтому не знаю, у снеговиков получится или нет Но если, в принципе, у нас Санта-Клаусу будут захватывать позиции вот такие вот, знаете, неважные То, в общем-то, есть достаточно неплохой резон взять и затащить вот эту как раз-таки тему И выиграть войну, поэтому я не знаю, как и почему Санта-Клаусы у нас сдались Но, ребята, не забывайте, победа в этой войне нужна лишь для того, чтобы получить анимированную краску и дополнительных 15 контейнеров А все контейнеры, которые вы будете получать, соответственно, за все хода, они вам и будут даваться Поэтому не, так сказать, не зевайте, участвуйте в войне, выбирайте голосование и ходите именно на нужные стороны Потому что если вы не будете ходить туда, вы, естественно, просрете Вот, победы, это всего лишь, как говорится, победа и там краска и 15 контов А можно получить еще очень много контейнеров Это я, к слову, говорю, знать тому, что у меня такое ощущение, что Санта-Клаусы уже просто сдались Но, блин, я не знаю, у меня, опять же, в сердцах есть такое чувство, что они потом как возьмут и как выиграют И вот это будет в натуре прикольно Но, ладно, это уже совсем, как говорится, другая история Короче, что делать у нас снеговикам? У снеговиков сразу есть ответ, кстати, позиции, куда нужно ходить Естественно, снеговикам нужно дефать свои, так сказать, синенькие части Вроде как Иран у нас подвергается опасности, нужно его срочно дефать Вроде как Брест у нас нормально здесь все происходит с ним Потом бумбоксы, я бы на вот эти карты сейчас вообще не обращал внимания Но, да ладно, пусть и не будут тоже дефать Самое главное, это у нас сейчас задефать как раз-таки вот эти вот позиции А именно Иран, потому что на него у нас снеговики претендуют просто очень-очень жутко Соответственно, Санта-Клауса у нас дефают Иран Но атаковать здесь можно сразу несколько, так сказать, сочных позиций И было бы круто, если честно, атаковать какую-нибудь из позиций Типа арты, либо зоны Поэтому выбирайте там уже на свой вкус Либо арта, либо зона Санта-Клауса у нас именно вот так атакует Идем дальше к эльфам У эльфов здесь, в принципе, довольно-таки неплохая позиция Потому что они вроде как пока дефают зону И у них здесь отрыв есть довольно-таки неплохой Потому что Санта-Клауса там я не знаю, что делают Поэтому эльфы также продолжайте дефать свои вот эти вот части центральные Но я бы вам их не советовал дефать И я, конечно, понимаю, да, что они небольшое, так сказать Мнение мое меняется каждую секунду Но смотрите, какая фачка Если у нас также эльфы не будут дефировать вот эти позиции И вот эти, так сказать, позиции, они их потеряют Соответственно, Санта-Клаусу у нас придут в наступление Вот, поэтому эльфам здесь нужно сразу по нескольким областям работать И выбирать такие позиции на тот момент, который они считают нужными Допустим, сейчас достаточно опасно потерять у нас долину Я бы, соответственно, влил свой голос на долину Либо на Парму, потому что здесь у нас достаточно все очень, ну, знаете, так Непонятно Если с долиной у нас эльфы еще множество будет эльфов дефать В принципе, даже кто не смотрит ролики Это, в принципе, и дураку ясно То отказки с Пармой здесь у нас как печально происходит И, возможно, снеговки ее затащат Поэтому я бы у нас дефал Парму Ну, а пошел, соответственно, на, допустим, какую-то такую альтернативную вот сторону Типа Волны, Новл, потому что за это нам все дадут по 3 очка А либо, опять же, на гардер можно атаковать Но на гардере, вроде, пока там неплохо И голосов, ну, блин, я даже не знаю Ну, отхватить сразу 3 карты мы не отхватим Но вот какую-нибудь одну, это 100% Поэтому я бы, наверное, атаковал все-таки гардер И влил свои голоса, чтобы был тотальный отрыв И получил я как раз-таки вот эту вот карту И забрал за нее 3 очка опыта В общем-то, вот такие вот у нас ходы за эльфов И переходим теперь к снеговикам У снеговиков здесь вообще тотальная разруха происходит Потому что их и тут атакует То есть Санта-Клаус за чем-то будущее пытаются забрать Хотя, как бы, там уже это хранилище не считается Его забрали, но да ладно Наверное, у нас все игроки думают именно так Что это хранилище, ну, значит, нужно сюда атаковать Такое себе Вот, потому что снеговиков Атакуют вообще по всем позициям И фишка заключается в том, что Снеговики пока у нас только лишь Отдевали карту Кунгур Это получается Сразу 5 очков И они ее, в общем-то, дефируют довольно-таки неплохо Но по всем другим позициям Они пока Проигрывают Но если мы посмотрим сюда и обратим свое внимание Что 38 очков опыта Это значит, что не все снеговики еще у нас Проснулись И не все снеговики у нас еще, так сказать Сделали свои ходы Что же нам нужно по снеговичкам думать Естественно, дефировать вот эту вот Центральную часть Я вам не посоветую Потому что ее дефать будут и так все Я вам посоветую дефать какие-нибудь Вот такие вот мелкие позиции Типа, допустим, Кёльна Кёльн нужно дефать очень срочно Потому что здесь у нас уже, так сказать, 12 тысяч голосов Практически за Санта-Клаусов Они у вас отберут ее 100% Плюсом ко всему могут отобрать, опять же, гардер У нас эльфы Поэтому здесь снеговикам дефать не передефать То есть выбирайте уже на свой вкус И смотреть по голосам Дефать нужно Каньон Дефать нужно Кёльн Дефать нужно гардер Плюсом ко всему дефать также нужно волну И дефать нужно новол Очень срочно Ну, по атакам здесь все довольно-таки просто Это долина Потому что эльфы Вроде как дефируют Но нужно эту штучку отобрать Долину прям нужно вам забирать по страшнякам Либо Вы, опять же, можете поступить такой темой Что захватывать вот такие мелкие позиции Типа, вот, допустим, Парму И было бы вообще неплохо Чтобы за Санта-Клаусов У нас захватить и долину И Парму у эльфов Это было бы вообще просто шикарно Но здесь, как говорится, выбирайте Либо долина, либо Парма Вот такие я вам сузил, так сказать, круги Где можно эдефировать И что нужно атаковать Поэтому там уже сами, ребята, выбирайте А почему я вам так говорю? Все очень просто Потому что каждый раз голосование меняется И, допустим, я сейчас вам даю такие советы Потому что у меня такие голоса А через пару часов у нас зайдут там тысячи людей И будут совершенно другие, так сказать, голоса Поэтому все, ребята, смотрите От того, что как меняется, соответственно, карта Ну, а я давайте уже зайду, так сказать На своего бездонат-аккаунта И за Санта-Клаусов сделаю те самые прям заветные ходы И, блин, как же сложно, ребята Действительно, неохота отдавать Брест Неохота, блин, отдавать вообще никакую карту за Санта-Клаусов Но Иран я задефаю 100% Потому что здесь, как говорится, нееваки вообще уже офигели И хотят прям забрать нашу территорию Но по атакам здесь На Кунгур даже претендовать не буду Зона неплохо Ну, тоже такое себе арта Либо зона Нет, я все-таки, ребята, буду атаковать арту Потому что ее забрать вполне таки себе реально И 3 очка опыта получить за нее будет тоже довольно-таки сочно Поэтому подтверждаем свой ход Иран плюс арта И заканчиваем на этом ролик В общем-то, ребят, кому он понравился и был полезен Обязательно ставьте ему лайк Также не забывайте подписываться на мой канал Нажимать на колокольчик Ну, а с вами был Вайдер Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА